Good morning, pupils! Доброе утро, ребята! Let's start our lesson. Начинаем урок. Today we are going to talk about conditionals. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с условными предложениями. Условные предложения в английском языке делятся на несколько видов. Давай посмотрим. Они бывают трех видов. Нулевого типа, первого и второго. Каждое условное предложение состоит из условия и результата. Условие всегда начинается с союза if или when. Основная часть используется в определенном времени и с определенными глаголами. Разберем подробнее. На примерах. Conditional clauses consist of two parts. The if clause and the main. Каждое условное предложение состоит из двух частей. Условная часть, то есть гипотеза или предположение, и основная часть. Основная часть – это всегда результат той гипотезы, о которой мы говорим. Если if у нас стоит в начале предложения, то есть предложение начинается с условия, а затем идет основная часть, то эти две части предложения разделяются запятой. Если же их поменять местами, то запятая не ставится. Если ученые выучат больше информации о ДНК, то мы сможем быть способны создавать клоны. Здесь мы ставим запятую, так как первая часть у нас условия, начинается с if. Во второй части мы просто поменяли местами части предложений и запятая исчезла. Рассмотрим подробнее каждый тип. Zero conditional – условное предложение нулевого типа. Образуется с помощью союзов if – если или when – когда. Обязательно после этого используется глагол в настоящем времени – present simple. Основная часть также пишется в present simple. Zero conditional – express something which is a general truth or scientific fact. Именно нулевой тип условных предложений выражает общую истину или научный факт. Рассмотрим пример. If you boil water, it evaporates. Обратите внимание на глагол boil и глагол evaporates. Они оба стоят в present simple. Если мы закипятим воду, она испарится. Это научно доказанный факт, поэтому мы используем zero conditional. First conditional – условные предложения первого типа. Они используются для выражения real – likely to happen in the present and future – реальных фактов, а также ситуаций, которые случаются в настоящем или будущем. Образуются с помощью союза if – настоящего времени – present simple или же present continuous, а результат всегда будет future simple – в будущем времени или же с глаголами can, must, may плюс infinitive. Рассмотрим пример. Если мы будем определять большинство генов в нашем ДНК, то мы будем способны избавиться от многих болезней. Обратите внимание, что при переводе мы используем как в первой части, так и во второй – будущее время. Но в первой части, где у нас условия if, мы используем present single. The next. Second conditional – условные предложения второго типа. Условные предложения второго типа выражают нереальные или вымышленные ситуации в настоящем или будущем. Образуются с помощью союза if – fast simple – прошедшего времени или же past continuous – и глаголов would, could, might с прибавлением инфинитива. We could buy a better equipment for our lab if we had more money. Обратите внимание, что в этом предложении начинается оно с результата, и затем мы видим условия. Мы могли бы купить лучшее оборудование для нашей лаборатории, если бы у нас было больше денег. Глагол could buy используется по следующей схеме could плюс инфинитив. И условия используются с помощью if и past simple – if – had. Еще один пример – second conditional – когда мы образуем с помощью if местоимения I, формы were you, глаголов would и инфинитива. То есть, например, если бы я был тобой, if I were you, то я бы сделала так. Обычно это используется для выражения совет – to give advice. If I were you, I would get more rest and eat more healthily. Если бы я был тобой, я бы больше отдыхал и ел здоровую пищу. А сейчас открою маршрутный лист, внимательно прочитай задание на формативное оценивание, изучи дескрипторы и выполни задание самостоятельно, используя материалы данного урока. Good luck! Желаю удачи! Goodbye! The lesson is over! Субтитры создавал DimaTorzok